Зачем покупать китайский автомобиль? Ведь сегодня можно купить корейский, японский, немецкий, европейский. Зачем нужны эти китайские шашлайки? Именно такой призыв я сделал в телеграме канала. И посмотрите, кто к нам приехал. Volkswagen Touareg. 2017 года машина куплена как вторичка с пробегом 168 тысяч километров. По цене 3 миллиона 650 тысяч рублей. Сделка состоялась в сентябре 2023 года. Человек посматривал на китайские машины, но в итоге выбрал Volkswagen. Почему правильно это выбор или неправильно? Вот давайте не я об этом буду говорить со стороны, а послушаем владельца, что он нам расскажет. Но после выскажем наше мнение в комментариях. Знакомьтесь Антохом. Антох, огромное тебе спасибо, что написал. Ну давай начнем от обратного. Ты покупаешь в 2014 году себе новый Hyundai Solaris. По какой цене, что это была за машина, комплектация? Это была вторая комплектация из трех. Не помню, как она называется. Покупал я ее за 525 тысяч рублей. Она так стоила везде, у всех дилеров, без всяких дополнительных наценок, парикидок. 525 тысяч рублей. Ну когда брал, не помнишь, как шел с мыслью? Дороговато или о, как дешево? Вообще какие в целом были? Нет. В принципе, тогда это была первая машина, которую покупали. И даже не было мысли смотреть там Автору, какие-то еще сайты по продажам вторичных машин. Просто открывали сайты Nissan, Hyundai, Volkswagen. Смотрели B-класс для первой машины. И плюс-минус они стоили одинаково. То есть просто было на вкусовщину, какая тебе больше нравится внешне. Опции плюс-минус тогда были одни и те же. И цены были плюс-минус одинаковые. 10 лет пролетело, как один день. 10 лет. Но раньше вот 525 тысяч человек вышел спокойно, походил по салонам, выбрал машину, купил себе новую. Сегодня за миллион, миллион двести можно купить вот тот самый Solaris. Продаешь ты Solaris в 2017 году и что покупаешь? Продавал Solaris. И сначала был вопрос, что купить после Solaris. Также была дилемма идти к новой машине дальше. Вроде была новая, наверное новая. Либо посмотреть в сторону вторички, но купить что-то поинтереснее, подинамичнее, попремиальнее в какой-то степени. Обрать выставку к соответствующим специалистам. И прикупил Volkswagen Tiguan. Пятилетний. Тогда очень хорошо повезло. Пятилетняя машина с пробегом с подтвержденным 37 тысяч. В принципе редкостное явление. На тот момент это было 910 тысяч рублей. Вот, друзья, пятилетний. Пятилетний Tiguan с полным приводом. Полный привод, автомат, Sport & Style, 37 тысяч пробега. Таким образом, друзья, подводим первый итог. Была у человека новая машина Solaris. Но отмечаем как факт. Новая машина. Покатался, машину понял. Далее, ты знакомишься со вторичкой. Покатался на пятилетнем автомобиле с пробегом небольшим. Но уже классом выше, уже не кореец. Volkswagen. Проходит время, встает вопрос о продаже Tiguan и купить что-то другое. Вот сейчас мы и продолжим. 2023 год на дворе. И ты понимаешь то, что Tiguan надо продавать. Во-первых, почему ты решил продавать Tiguan? Очень просто. Решил к этому времени квартирный вопрос. В первую очередь, возможность появилась обновить автомобиль. Начал думать, как раз уже стало еще сложнее с выбором. Так как новая машина, не китайская, это уже по камере не про меня. Может быть, кто-то может позволить. Я за них только рад. А давай вот на этом акцент сделаем. Частенько же люди пишут, зачем покупать китайцу. Купите, например, любой другой автомобиль. Сегодня, я неоднократно об этом говорю, по щелчку пальца возле твоего подъезда. Будет стоять любая новая машина. Европейская, корейская, японская. Чего не стал нового брать? Прямой ответ, дай, пожалуйста. Почему не стал нового? Потому что есть определенный бюджет, который хотелось потратить на покупку автомобиля. И на момент покупки, это получается август-сентябрь 22-го года, 23-го года, это 3 миллиона 800 тысяч рублей. И вот уже от этой отметки приходилось отталкиваться. И в 3 миллиона 800 тысяч рублей, хрен, чего купишь. По пожеланиям из нового, правильно? Да, совершенно верно. Вот вам простой ответ, друзья. Просто некоторые так пишут в комментариях, как будто не понимают, что народ голосует рублем. Народ голосует рублем. А за 3 миллиона 700 покупаете, я не знаю, какую-нибудь Кретту. Ну, там за 3 миллиона 400 с полным приводом. Не хочется. Хёнда, Кретту. Отличный автомобиль. Но если ты продал Volkswagen Tiguan, и потом кредитнулся, что взять Хёнда Кретту, мне кажется, могут возникнуть вопросы. Эх, состояние. Да. Состояние. Таким образом, мы переходим к следующей изюминке. Ты начинаешь посматривать автомобиль, и вот здесь, сейчас на рынке, у нас представлена очень популярная версия Джилиманджаро, которую действительно очень хорошо берут, это самый востребованный автомобиль по параллельному импорту. Вот их тащат, и люди активно-активно их скупают, потому что разница колоссальная. Купить новый Джилиманджаро по параллельному импорту с документами, коммерческий утиль сбор, русификацией, но как минимум на сегодняшний день можно по цене 3 миллиона 650 тысяч. У дилера официального такая машина будет стоить заметно дороже, если вы будете покупать просто за наличку. Вот, 3 650 положил, ты забрал Манджаро, к дилеру ты придешь, ну, я не знаю, там, 4 700-5 миллионов могут назвать. Если кто-то был, в последнее время пишите ваши цены. Она популярна, и ты на нее тоже смотрел, на эту машину. Ну вот объясни, что тебе не понравилось в Манджаро. Почему бы, может быть, не китайские? Решил, так как уже большой ажиотаж идет вокруг них, много статей, обзоров, отзывов реальных пользователей этих автомобилей. Решили съездить посмотреть, именно сами потрогать, пощупать, посидеть. Договорились с дилером, приехали посмотреть. Первое знакомство с автомобилем происходит, когда открываешь дверь. Потянул дверь, и мне чем-то она стала похожа на Солярис, легкая, без особы каких-то усилий, благородных, что ли, как это можно назвать. То есть я вышел из Тигуана, и вот подошел открыть дверь у Манджаро, у Тигуана. Даже как-то она была попремиальнее, если это можно так назвать, потяжелее, поприятнее. Сели в машину, сразу бросился взгляд на разноцветную строчку, которая идет по отделке салона. Может быть, кому-то нравится. Я, в принципе, против радужных цветов ничего против не имею. Как элемент отделки автомобиля лично мне не зашел. Вообще никак. То есть как-то это смотрится не то чтобы инородно, но не по моему вкусу. Очень много дисплеев. Да, они смотрятся органично в жиле Манджаро. Но нужно время привыкнуть. То есть когда ты едешь, выбрать какую-то опцию, настроить климат-контроль, прочие мультимедийные функции. По мне, после, опять же, Тигуана, потребовалось бы время к этому привыкнуть. Опять же, я спросил у девушки, которая показывала мне автомобиль. Потому что у меня лично не получилось саму зайти куда нужно в мультимедийное меню и настроить климат-контроль. Я попросил девушку, мне тоже не смогли помочь с решением данной проблемы. Понятно, это просто первое знакомство. В ходе эксплуатации, конечно, к этому ты привыкнешь, адаптируешься. Но опять привыкать, опять адаптироваться. По материалу сидений. Сравнивая с Тигуаном. В Тигуане мне кожа нравилась больше. И по тактильным ощущениям, и по износостойкости. Вот я могу сказать, я отъехать сделал 100 тысяч. И кожа не сильно-то и поменяла свои свойства, свою форму. То есть сидение как было презентабельным, так оно и осталось. Возник вопрос, сможет ли Джили Манжаро на длинной дистанции также проявить износостойкость своих материалов, отделки. Так же, как это могут делать уже известные, проверенные европейские бренды. Хочется покупать машину не на 2 года, ну, хотя бы на 4, как минимум. И как это будет потом выглядеть, как это будет продаваться, есть вопросы. Вот, хороший развернутый ответ. Здесь же добавлю, что коробки какие-то вопросы были. Вот у них коробка автомат идет. Все хвалят, мол, проверенная, хорошая, японская коробка. Ну, это, наверное, одно из немногих, к чему точно не могут быть вопросов и нареканий. Восьмиступенчатый автомат такой же. Мотор 2 литра, тоже там какой-то известный, 2 литра 238 сил. Для города динамики в целом хватает. Понятное дело, не вау, но вот для городских нужд вполне полный привод. Ну, в целом, в этом вопросов особо не было. Нет, то есть по тех частях, Джили Манжаро, нареканий у меня не было каких-то сомнений. То есть к надежности, наверное, будет ездить. Вы слышите этот звук? Канун нового 2024 года на носу. И наверняка у многих из вас гуляет в голове вопрос, что бы подарить полезного и недорогого своему другу, брату, свату, коллеге по работе или, возможно, второй половинке. И вот здесь нужно заходить немножко с юморком, зарисовочкой с потенциально возможной в вашей жизни. Сережа, мы знаем, что ты очень сильно хочешь купить себе машину, но денег у тебя на нее нет. Поэтому прими в дар толщиномер от компании Корсис и посмотри на него как на мотивацию, чтобы в 2024 году тебе было куда им потыкать. Про данный прибор я вам рассказывал неоднократно. Мне кажется, что это, наверное, самый крутейший прибор в сфере автоподбора на нашем рынке. Прибор имеет пожизненную гарантию. А также крутейшие фишки, как, например, индикатор цинка и определение магнитной шпаклевки. Ну и, конечно же, он полностью на русском языке работает из коробки, но все, что нужно для калибровки, идет в комплекте. Незаменимый прибор для всех тех, кто занимается автомобилями, работает в автосалонах, в автосервисе и прочее, прочее, прочее. Ну и, конечно, для всех тех, кто хочет купить как новый автомобиль и автомобиль с пробегом. А купить его может абсолютно любой житель нашей страны. Ссылочки на привычные вам Озон и Вайлдберес ждут вас в описании. Новогодние акции приветствуются и действуют. Поэтому покупайте прибор со скидкой прямо сейчас. А мы продолжаем. Открывать дверь – это как рукопожатие. Знаешь, это здорово. И ты уже по рукопожатии чувствуешь, как человек тебе пожмет руку. Сильно, мягко. Ну, понимаете? Я вот понимаю, о чем ты. Потому что, когда у меня была Мазда, я когда открывал дверь, это рукопожатие было так себе. Здесь же, ну, я вам так скажу, складывается впечатление, как будто машина зашумлена. Нет? Да. Вот, первое. Чувствуете? То есть уже с рукопожатия чувствуешь. Она реально, дверь прям сверхтяжелая. Но открываешь ее, действительно, вот автомобиль. Ты чувствуешь, понимаете, автомобиль. Но такое бывает, на самом деле, и с китайцами. Просто китайцы тоже есть по цене еще и еще и еще выше. Джили Манджар – это у нас, он у дилера стоит, там, 5 миллионов рублей. Ему цена 3, по-хорошему. 3 за 3, там уже по-своему дверь открывается. Ну, давай, комментируй, смотри. Вот он, твой салончик. 168 тысяч ты берешь тачку, отдаешь 3 миллиона 650 тысяч рублей. Мог бы иметь вообще полностью все новое. А здесь, понимаешь, уже, но все равно он поношенный. 5 лет автомобилю. Даже какой 5? 6? В этом году будет 7-й год. Садись за руль. Наверное, прежде чем садись за руль, надо было сразу обратить внимание на состояние кресла, сиденья, спинка, нитки. То есть, как это выглядит. Да, видно, что это не новая машина. Но никаких-то очевидных царапин, заломов радикальных, протертостей, порванных ниток. И все, что могло бы быть с креслами на таком пробеге, я не наблюдаю. Меня состояние данного сиденья полностью устраивает. Все, вот он тебе, дизельный турек. Интерьер салона, ну, я вот уверен на 99%, что это уже будет спорно. Уже люди скажут, да что это такое, смотри, он старый, все, это динозавр. Вот твое мнение по этому поводу. Ну, смотри, все, старье. Приборка у тебя обычная. Да, многие люди могут сказать, что это уже не актуально. И я, возможно, могу с ними в этом согласиться. Что по сравнению с Жили-Манжаро, здесь уже попадаешь в другой век, в век предыдущий. Да, да. Меня полностью устраивает, что все, если не все, то большинство механические стрелки. Все видно, читаемо, аккуратненькие цифры, буковки. Все на своем месте, все эргономично, кнопочки аккуратно подписаны, все стилизовано, все выполнено в едином стиле, не в самом современном. Звучит как песня, Антон. Все на своем месте. Навигация, пусть она старенькая, но она работает. Она вообще актуальна или уже все-то ей даже не пользуешься? Я ей не пользуюсь, я включаю ее на телефоне. Потому что навигация наверняка уже большую часть развязок по Москве и Московской области уже просто-напросто не знает. А чтобы ее обновить, это нужно поискать, правильно? Ну, я не заморачивался, потому что если вдруг есть большая необходимость использовать навигацию на дисплее, на автомобильном, то там порядка 25 тысяч рублей ставится дополнительный блок и даже не меняется глава. Короче, андроид у тебя будет. Да, все можно выставить при необходимости. Сто семьдесят одна тысяча пробега на сегодняшний день. Ну, вот смотри, вот, видишь, открыл. Вот, она не закрывается. Собака такая, собака такая, иди покажи, иди покажи. Понимаешь, мелочь, да, ну, вопросом надо заниматься. На первое время можно просто скотчем подклеить. Обязательно, синенький в цвет. Да, чтобы она держалась и не открывалась. Вопрос первый, смотри, в любом случае с пробегом надо будет что-либо обслуживать. Ты перед покупкой машину изучал. Да. Какие вложения предстоит и что вообще здесь из дорогостоящего по ремонту, по обслуживанию может вылететь? Если вдаваться в мочасть по дизельному Туарегу, опять же, очень много информации по данной машине. Главное преимущество при эксплуатации Volkswagen, в частности, это прогнозируемость. Если ты покупаешь изначально живую машину, ты можешь прогнозировать то, что с ней произойдет на таком этапе. Тут нет такого механизма, который, по сути, у пальца может сломаться. То есть оно будет постепенно тебе примекать, подсказывать. Не сосать деньги из своего кармана. Так. То есть у меня есть у Васи диагност. Обязательно must have вещь для... Для всех владельцев. Для автомобилей группы ВАГ. То есть нет никакого проблемы самостоятельно подключиться, продиагностироваться, посмотреть, что происходит с твоим автомобилем. Бавлячка Туарега. Это задний сальник коленвала между двигателем и коробкой, которая располагается. Сам сальник он стоит оригинальный тысячи четыре на текущее время. Но работа осложняется тем, что приходится вытаскивать мотор, отсоединять коробку. Такая работа сама по себе не может быть дешевой. Поэтому при условии, что он сейчас не подтекает, с ней все нормально. Наверное, эту работу я надеялся бы совместить с заменой цепей ГРМ. Короче, длинную историю сделать короткой. Уверен, что кто-то из вас сейчас смотрит и думает, ну прям нудно, нудятино. Потому что люди делятся на два лагеря. Одни уже привыкли к покупке нового автомобиля. Купил, на ТО к дилеру гоняешь, обслуживаешь. Если что-то сломалось, это гарантия. Пободался, возможно. Поменял все. Три-четыре года прошло. Машину по трейдину скинул или продал сам. Купил новую, поехал дальше. А здесь вы вдумайтесь. Ну вот она, реальная картина. Три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч ты отдаешь за автомобиль с пробегом сто шестьдесят восемь тысяч. Но, понятный, с прогнозируемым ремонтом. Если я не ошибаюсь, Антон, купив автомобиль, его, естественно, обслужил. Там поменялся жидкости, масла и так далее. Сто тысяч вроде отдал, если не ошибаюсь. Ну, плюс-минус такие цифры. То есть, не десять-двадцать тысяч рублей. Далее, все то, что он сейчас перечисляет. Работы, замена. Еще примерно 120-150 тысяч рублей он закладывает в бюджет. По весне сейчас, говорит, будем перетряхать подвесочку. То есть, поедет на сервис. Наверняка, возможно, что-то найдут, порекомендуют. Там уже принимая решение. Техническое обслуживание. Ну, он назвал там порядка двадцати пяти тысяч рублей. Масло и фильтр масляный, ищи оригинал. А вот фильтр салонный, фильтр воздушный. Ты будешь покупать аналоги, как, собственно, это делают абсолютно все. И вот две стороны. Зато здесь понятная машина. Вот сейчас интернет откройте. Просто Volkswagen Touareg. Болячки, поломки и так далее. И вот сиди, читай, изучай. Есть люди, кому это в удовольствие. Вот даже так пример придумаю. Ильдар Автоподбор. Многим известный человек. Если не ошибаюсь, он любит как раз Touareg. Конечно, если вдруг что-то сломается у него, у него руки прямые, он машину знает. Он починит сам, ему ехать никуда не нужно. Ну, вот, например, покупать машину и посматривать. Ну, не знаю, вот я сажусь, я люблю аналоговые машины. Кнопочки мне тоже нравятся больше. Когда у тебя климат-контроль, вот он у тебя выведен здесь. Подогрев руля выведен, а не надо куда-то в меню лезть. Здесь это есть. Но на сегодняшний день, конец 2023 года, смотрится это как динозавр. Что скажете? А вот давайте теперь послушаем, как он вообще до этой машины-то дошел. Ведь изначально он хотел покупать себе совсем другой автомобиль. Джили Манджаро или Touareg? На самом деле, было далеко не так. Манджаро не зацепил, но бюджет 3,8. Неплохой бюджет. Можно что-то найти. Ну, вот расскажи нам, через какие трудности ты прошел или это все полегку было? Как ты дошел до покупки этого автомобиля? А когда планировалась покупка автомобиля, оказалось 3,8. Такая серьезная сумма, внушительная, казалось мне на тот момент, сидя на диване. Ну, а оказалось, что если выйти на улицу, походить по авторынкам, посмотреть, не просто объявление на вторую, а прям окунуться полноценно в эту идею, то 3,8 такая большая сумма, как оказалось по факту. Потому что изначально думалось, ну, наверное, BMW за 3,8. А оказалось, что, ну, либо X5F кузов, либо X3G кузов на дизеле в полном приводе. Думалось мне. А оказалось, что в этот бюджет, может быть, если можно взять машину, то, наверное, не наверное, а из шпаклевки. Вот. Можно? Вот они реалии, друзья. Понимаете, вот это мне нравится больше всего, потому что, вот хорошо ты сказал, когда встаешь с дивана, и не вот эти вот объявления красивые ты смотришь, а когда ты приходишь вживую, особенно с подборщиком, например, который человек разбирается, знает, когда ты начинаешь сверять документы, и потом выясняешь, что, ой, а это дровишки, дровишки. У нас многие подборщики отмечают, что в России очень любят скручивать пробег, очень любят скручивать. Если вы продаете машину, вы скажете, а я не такой, ну вы какой-то единичный, то есть вашу машину купят, на ней пробег скрутят, и ее постараются перепродать, там, типа, как более свежую машину и так далее. Это отдельная история. Таким образом, X5, X3, понятное дело, нахрен свободен, дальше. Да, Audi, Audi Q5. Опять же, мы не зацикливались в России поиск автомобилей, потому что поняли, что мы перебрали просто всевозможные варианты, которые пока им не нравились глазу, а уже подборщик детально отрабатывал эти варианты, и там были X5, X6, там, с приваренной крышей, с вырванной рулевой рейкой, смотанной, это, ну, само по себе, по-моему, это уже какая-то национальная традиция мотать машины. Пошли в Беларусь смотреть, потому что там тоже была возможность, и люди многие привозят машины с Беларуси. И цены там привлекательные, там прям смотришь, там, вау. И комплектации поинтереснее. Вот, и там приглянулись купятые, там очень много на панорамных крышах, на светлом салоне, с многозонным климатом, багажник легко открывается, да, с ноги легко. Все пишут, и США, там, все нормально, и США. При просьбе показать вин, многие просто игнорируют эту просьбу, понимают, что, наверное, после предоставления вина будут разочарованы, что как это, вы не хотите купить машину смотанную со столба, или выточенную из океана, ну и так далее. Вот, лично на своем примере, три Audi посмотрели дистанционно по фотографиям. Две утопленные, одна растянутая, вытянутая, обратно в свое привычное состояние. Вот, BMW была пятерка, лонговая, с комфортными сетями, душками, прям булочка. Подборщик его позвал Бельгийский Франкенштейн, хочешь? Собрано, да, из-за всего. Съездим, посмотрим, тут Минск недалеко. Короче, да, я вот немножко дам комментарий. Я изучаю рынок, я смотрю, я вижу, что происходит. Знаете, смотрите, огромное количество наших людей с руками, белорусы, украинцы, русские, казахи, многие разъезжаются по странам, в том числе куда? Едут в Америку, и они действительно, есть люди, которые умеют что-то делать. Это вам не мексиканец, который на отвали будет делать. Наш сделает так, что машины, когда приезжают, вот так вот и придешь, ты не специалист, и не разбираешься. Да ты хрен поймешь. Уже были ситуации, я лично встречал и видел историю огромное количество, когда люди приезжают, смотрят машину, с толщиномерами ходят. В целом там что-то пытаются открывать, там резинки отодвигают. Ну, посмотрели Максима Шелкова, он же показывает какие-то моменты. Они пытаются это повторять, но опыта не хватает практического. А есть люди, у которых опыт по 15-20 лет машины ремонтируют, восстанавливают из говна, вот из этого просто куска железа машину. Я такие насмотрелся картинки, когда у машины, знаешь, жопы нету, переда нету, и она приплюснута. Казалось бы, ее надо поднять и отправить на свалку. Нет, ее собирают, как раз, как ты говоришь, что это тот самый Франкенштейн. Почему? Там общество потребления ударил машину, все, ты ее скинул по страховке, у тебя ее забрали, ее продали, свободно. Что с машиной делать? Наши выкупают с аукционов по дешевке, там за 2 тысячи купил, там за 3 тысячи купил, вложился в ремонт 5 тысяч, и того, краткая математика, там 10-15 тысяч, машина обошлась. А вот здесь машина, когда она уже все после ремонта, после ДТП, да, восстановлена, ее можно продать, привезя там с плюсом шикарным, скажем так, потому что, ну, и раз люди тащат, значит, их кто-то покупает, а раз их покупать, значит, это можно заработать. Поэтому акцент всем тем, кто думает, что вот он, Новый год на носу, и, глядишь, у него там сейчас чудо произойдет, и он в объявлении найдет честное описание. Не верьте, не верьте. Я никогда не хочу на людей наговарить и говорить так, что это все везде, кругом один обман. Но обмана очень много, и вы можете попасть, а потом будете вот главным героем у того же самого Максима Шелкова, либо у кого-либо еще стоять вот так вот с головой вниз, или как у него там бывает снимают, там люди спиной стоят, не хотят показывать, а голос изменен, потому что, ну, стыдно человеку, неловко, что вот так вот, во, во. Ему сто раз говорили из года в год, сколько уже YouTube у нас там, пять-семь лет автотематики снимают, рассказывают, пацаны кинут на раз-два, чудес не бывает. Audi, BMW, это в России, в Беларуси мы уже это прошли в моем бюджете. Потом он говорит, что, в принципе, можно в этот бюджет уместиться, привезти из Германии. X3, Q5, давай попробуем. Я говорю, ну, с этим, с курсом диким, давай, может быть, не будем особо заморачиваться, потому что, опять же, может быть, и можно привезти, но комплектация барабан, а покупать просто шильдик за 3.8 тоже нет никакого желания, хочется, чтобы какой-то был функционал широкий у автомобиля. И потом все-таки он скинул ссылочку. В Гамбурге продавался X3, трехлетка, с панорамой, темно-коричневые сидения, мультимедиа, М-пакет, контурная подсветка, трехлетка, 145 тысяч пробега, немцы любят ездить на машинах. И она выходила под ключ сюда привезти, только чтобы осталось номера повесить. Выходило 3.800, 20, 30, ну, 3.8 можно было уместиться. Я говорю, ну, хорошо, в принципе, если она реально живая машина, давай. А это как раз мы с ним списывались вечером. И говорю, ладно, хорошо, пускай тогда твой товарищ там съездит проверить, что действительно за машиной есть смысл цепляться, и тогда будем дальше от этого отталкиваться. Утром списываемся. Оказалось, что мы в очереди на эту машину были четвертые. И уже человек ехал. И нам сказали, что если тот, кто за ней едет, ее не возьмет, вы будете в очереди четвертые. Эта машина, она появилась на сайте только у них 3 дня назад. Это у официалов в Германии. То есть там тоже ажиотаж за живыми машинами есть. И 3 года 144 тысячи пробега тоже. Получилось, что уже дошли до Берлина. Ничего там хорошего, опять же, в мой бюджет не удалось найти. И начали еще раз смотреть объявления. То есть возвращаясь к тому, что изначально Volkswagen Touareg я не рассматривал к покупке. Первочередной покупке. То есть он был на карандаше, назовем это так. Но думал попробовать выпрямилочку за 3.8. Прямилочка за 3.8. Настоящее не получилось. С Антоном мы пообщались 2 часа. Но я хочу выжимку сделать, самую основную. Находили они автомобиль, который продается от официального дилера. Пробивают, смотрят, вся информация по нему зеленая. Все эти отчеты, все соответствует действительности, все классно. Но цена ниже, чем у других. Как правило, это всегда вопросик. Приезжают, выясняется. На месте уже выясняется, что у машины есть ошибки. Не работают дворники, не работает климатическая система. На улице лето. Соответственно, если машину забирать, то ее нужно грузить на эвакуатор. Без рабочих дворников эксплуатировать автомобиль нельзя. Так плюс ко всему у нас дожди месяцами идут. Как ты будешь ездить на машине без дворников? Сам дилер чинить ничего не хочет, вникать в вопрос не хочет. Спрашивает, ну дайте скидку, мы найдем место, отремонтируем. Никаких скидок не будет. И так цена уже со скидкой. Либо берете, либо не берете. И это за 3,5 миллиона рублей. Может сложиться впечатление, что я вас как бы тогда отговариваю. Зачем вам вторичка? Покупайте китайцев. Мы привозим машины. Идите к нам, покупайте у нас. Нет. Здесь, внимание, ключевой смысл, который я вам хочу вложить в голову, чудес с низкой ценой, что все хорошо не бывает. А когда частник продает реально автомобиль в хорошем состоянии, реально в околоидеальном, как правило и частники за свои машины просят какие-то необоснованные деньги. То есть сейчас рынок вот в таком состоянии находится. И найти автомобиль цена-качество в соответствии с заявленным характеристикам, опциям, пробегам очень сложно. Вот к чему вам нужно готовиться. Но найти хорошую машину, проверенную, реально. Вот вопрос, сколько времени и какая цена, вот поиск ваш и покажет. Моя личная рекомендация для любого бизнесмена подключиться к телефонии ЮИС. Ведь данный сервис позволит полностью контролировать ваш бизнес через интернет. Записи разговоров помогут вашему менеджеру вспомнить, о чем был разговор, для того, чтобы подготовиться к следующему контакту. А руководитель всегда сможет узнать, почему сделка не состоялась. Онлайн-мониторинг покажет ситуацию в компании в целом и по каждому сотруднику отдельно. Что поможет прозрачно, быстро и качественно оптимизировать работу вашего бизнеса. И это только малая часть возможностей. По сути, вы просто меняете оператора связи, при этом получаете огромный функционал. Вы можете перейти к ЮИС как со своим номером, так и приобрести новый. Будь то мобильный, региональный или федеральный. 8 800. При звонке вашего клиента будет встречать голосовое приветствие. А многоканальное меню поможет распределить звонки на нужных операторов. И вам больше не понадобится иметь кучу номеров на сайте. На одном едином номере сможет работать неограниченное количество человек без привязки к офису. И когда-то все это стоило огромных денег. Но облачные технологии делают данные функции доступными даже самому малому бизнесу. И не зря у ЮИС самая высокая оценка на Яндексе в сегменте. Получите личную консультацию от специалиста ЮИС по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. По ним же вы получите 1000 рублей на бонусный счет для теста данной платформы. Пользуйтесь на здоровье. У тебя двое детей. Соответственно, один ребенок у тебя бывает катается спереди в кресле в детском, второй сзади. Но смотри, покажи, пожалуйста, даже в целом. Казалось бы, турек, машина большая. Конечно, после Solaris она крупнее, но после Tiguan, мне кажется, что это не особо-то прям здесь вау-место. Плюс-минус может быть и так же. Может там сантиметр два, три. Что скажешь сам? Могу сказать, что жена сидит сзади. Нога на ногу, ей место. Я говорю, может быть, там тебе что-то пододвинуть вперед-назад. Как тебе там вообще сзади? Ее говорит, ну, я не знаю, может быть, тут визуально места хотелось бы больше, но когда ты сидишь, никакого дискомфорта не наблюдаешь. Вот так вот, смотри, ты отдаешь 3650, тачка, ну, бэушная. То есть тебя в этом плане после Tiguan никак это не смущает. Нет такого, что ты вот поездил и пришло осознание, что, блин, я хвалю машину, потому что это мое, это классно, но уже сам думаешь, блин, все-таки, может быть, если не Манжаро, то кого-нибудь другого из китайцев, но новенького. Нет, тут пойдем от обратного, что если смотрел китайскую машину, то и визуально, и по совокупности вопросов к китайскому автомобилю, меньше всех у меня было именно к Джили Манжаро, но вот как сел и не зацепило. Мы с супругой ездили, ни меня, ни супругу не зацепило. Мы с вами отправляемся на тест-драйв, как же без него. Ну, по первым ощущениям, садишься, большая машина, действительно большая, высокая, внедорожник, дизелечек вот такой тяговитый, раз, газочку слегка. Оп. Конечно, не гонка, не полетела, но тем не менее, приятно, когда уже на скорость едешь, дизель, как трактор, себя не ведет. В целом, сам, что скажешь по расходу, реальные цифры какие? Реальный расход. Езжу на работу в Аропор Жуковский, смешанный цикл получается. Последний вот мой замер я смотрел, было 7,8 литров на сотню, у меня получается ровно 100 километров от дома до работы. На работу как-то опаздывал, рекорд у меня был 10,3, он показал. Чувствую, что автомобиль просто, наоборот, пробегал. Вот эти вот 178 тысяч, как вот некоторые могут сказать, да ладно, для европейца, что ему будет, будет. Все равно машина изнашивается. Вот я даже, знаешь, по неровностям небольшим проезжаю, вот все равно ощущение есть, даже запах автомобиля все равно стоит такое, то, что как бы вот именно не какое-то противное, но просто запах того, что автомобиль уже взрослый. У нас просто как машина для путешествий устраивает, 100-литровый бак, расход приятный для такой большой машины. Комфортно, тихо, спокойно, переговариваемся, жена сидит сзади, нормальная, не повышаем голос, то есть динамика, шумоизоляция, расход, как перестраивается, полностью устраивает. Слушай, друзья, что сказали, а ты, который еще раз, ведь я турек. Они сейчас спрашивали, типа, Антоха, а что еще смотрел, ты так заехал китайц, глянул хрень, то не понравилось это? Да, ну у меня, друзья, тоже назовем их ваголюбы, у одного рапид бушный, октавия, у другого новая, у третьего окорок новый, друзья оценили покупку положительно. Короче, все твои сказали, красава, правильно, китаец, нахрен, лучше вот, царь ваг, царь ваг, все. Не добавить, не убавить, самое время подвести итог. Друзья, здесь выводы делать только вам, вот мы разбираем ситуацию по-живому, можно купить китайца нового с гарантией, можно купить китайца нового без гарантии, привезенного подешевле, можно купить автомобиль с пробега, можно купить европейца нового, но по совсем другим ценам. Я всех вас приглашаю принимать участие, высказывайте ваше мнение, те, кто хотят принять участие, вы купили возможную машину также с пробегом, у вас есть обоснованный выбор, вы хотите рассказать, пожалуйста, приезжайте, сделаем серию роликов, поснимаем самое интересное и постараемся эту тему разобрать, потому что в дальнейшем у нас будет как раз таки с точности да наоборот. Приедет владелец Джили Манжаро, который как раз не стал выбирать вторичку, у которого ранее был европейский автомобиль, и он осознанно выбрал Манжаро. Более того, он ее уже разбил, она поучаствовала, ДТП, сейчас машина будет отремонтирована со дня на день, и он обо всем прям по порядку разложит, как, что, сколько стоил ремонт, легко, нелегко. Короче, все те вопросы, которые чаще всего вы задаете, он как минимум на них ответит. Таким образом, у нас с вами будет больше полезной информации, и в дальнейшем, если вдруг у вас станет вопрос о покупке, вы сможете более взвешенно принимать решение. Сэкономил, считай, заработал. К чему сказал, не знаю, но пусть останется. Подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал, ведь всегда я делаю там анонсы, там подборки с ценами на новые автомобили. Спонсор выпуска ждет вас в описании. До новых встреч всем. Пока-пока.